Я помню, как снова и снова падал в снег и продолжал идти дальше, смотрел на свои ноги и думал, вероятнее всего я скоро их потеряю. Следующей мыслью было я оказался не таким крепким, как думал. Эрик Лемарк – олимпийский чемпион мира по хоккею на льду. На самом-то деле имел все основания считать себя крепким. Он провел большую часть жизни на коньках с клюшкой в руках и, как бы ни было избито, хоккей действительно был большей частью его жизни. В 1994 году он играл за олимпийскую сборную Франции. Но, как и у всех спортсменов, которые живут спортом и, к несчастью, не имеют особенно яркого и долгоиграющего таланта, карьера Эрика подошла к концу. Он получил работу в компании, продающей спортивные товары, и его жизнь стала сплошной рутиной. Консультирование в магазине, по ощущениям, было несравнимо с битвами на льду. И Лемарк нашел себе новое увлечение, способное хорошенько пощекотать нервы и вызвать былое чувство эйфории. Метамфетамин и сноубординг Я ощущал такие приступы эйфории, такой подъем, почти как однажды испытал на льду. Но метамфетамин повредил мой рассудок, завладел моими мыслями и суждениями. Я отдалился сначала от семьи, затем от друзей. Все это для того, чтобы употреблять мед, когда и сколько захочу, с кем захочу, а все остальное меня совершенно не заботило. Сноубординг вызвал у Эрика схожее чувство. Он отдал своим новым увлечениям все свое время. Стал пропадать в рабочие часы, да что там в часы, мог запросто махнуть на горнолыжную базу на неделю. А финансовая сторона делала его, как бывшего олимпийского чемпиона, по всей видимости, волновала не так уж сильно. Гора Мамот – лучшее место для тех, кто занимается лыжным спортом и сноубордингом. В этот день, вспоминает Лемарк, западная часть горы была полностью перекрыта лыжным патрулем. Патрульные что-то кричали о том, что база закрыта и есть угроза схода, лавины или снежного заноса. Но кучка выкуренных нашим героем прозрачных кристаллов приказывала Лемарку двигаться на восточный склон, минуя все запреты. Тяга к постоянному выбросу адреналина и наркотическая зависимость сыграла с Лемарком самую злую шутку в его жизни. Он ехал вниз по склону. Эрик видел впереди густое облако тумана и не понимал, когда же достигнет низшей точки. Но продолжал плавно спускаться дальше, все глубже и глубже, в молочно-белую густоту. В ней он делает неправильный поворот, упрямо продолжает идти дальше и оказывается в туманной и заснеженной пустыне, в нескольких милях от базы. Пока что его никто не ищет, ведь он приехал сюда один и один же направился покорять новые высоты, так что его пока никто не ищет. Я сидел там совсем один и дрожал. Я знал, что уже не перестану дрожать, пока не выберусь отсюда. Лемарко задумал отправиться назад утром, точно по своим же следам. Наверное, ничего не могло повергнуть его в настоящий шок, когда туман рассеялся утром, снег, по которому он ходил, оказался ровным и кристально чистым, как кристаллы, которые лежали в его сумке. Я думал, стоит ли мне употребить оставшиеся и пойти обратно наугад, или наркотический бред только ухочет мое и без того плачевное положение. Но в конце концов я решил все-таки выкинуть мед, хотя это решение далось мне с большим трудом. Эрик совершенно не понимал, в какую сторону идти, за спиной гора, слева, справа, и впереди заснеженная пустыня простирается на многие километры. Он решил все-таки забираться назад, карабкаться вверх наугад. Эрик нашел ручей, но, напевшись случайно, скатился в него и промочил одежду. Он снял ее при минусовой температуре и безнадежно попытался просушить под ледяным ветром. Но, конечно, вся его экипировка была мокрой насквозь. Во вторую ночь он спал час, приложившись к скальному выступу, наутро он понял, что совсем не чувствует собственных ног. Он видел их, мог трогать, но ощущал себя туловищем, пристроенным к заледеневшим кускам неживого мяса. Я понимал, что попал в настоящие неприятности, когда стянул с себя носки, мои ноги были местами фиолетовыми, но в основном совершенно черными. Четвертый день подряд, не чувствуя ног, Эрик уходил все дальше. Он окончательно заблудился, поэтому сбился с курса уже на 9 миль. Он молился о том, чтобы хоть кто-то понял, что он пропал, и на его счастье тревогу забила его мать Сьюзан. Которая, кстати, была уже привыкшей к тому, что сын сутками не отвечает на звонки. Тут, видимо, имело место непостижимое таинство материнского чутья. На шестой день Эрик Лемарк уже не может идти. Ему все больше хочется спать, и он проходит по 10 шагов вверх по склону, после чего отдыхает час. Он напоминает высохший багровый скелет, который бредет один по заснеженным холмам, совершенно не понимая, куда идти. Как-то очень неожиданно для себя я понял, мне так сильно хочется спать, потому что я умираю от переохлаждения. Вот и все. На восьмой день отряд спасателей находит Эрик Лемарка в 11 милях от горнолыжной базы. Температура его тела немногим превышает температуру окружающей среды. В весе Эрик потерял примерно 20 килограмм. Эрик Лемарк, бывший олимпийский чемпион, 7 ночей подряд выживал в заснеженной пустыне. Ему ампутировали обе ноги, но он прекрасно справляется и с протезами. Он не бросил свое занятие с ноубордингом, и у него получается. Только к метамфетамину с той поры он так и ни разу и не притронулся. Сейчас у меня нет ног, но впервые в жизни я чувствую, что умею танцевать. Продолжение следует...